Не зря слово «поток», потому что это было поточное строительство. Конечно, в советские времена, в времена СССР, вы знаете, это вся зона промышленная вдоль космонавтов, и жилье, оно шло за промышленностью. То есть, когда нужна промышленность, нужны были религиозные ресурсы. Для людей нужно было строить жилье. Соответственно, «поток» — это, собственно, те люди, которые работали на этих заводах. Вот это была взаимосвязь с такой широкой зеленой полосой, разделяющей жилье от промышленности. Все по классике. И, конечно, это был совершенно естественный характер. То есть, промышленность обеспечивала социальную сторону жизни потока. То есть, там и были и бани, и кино, и клубы, и все что угодно. То есть, жизнь кипела, она была абсолютно естественной в этом плане. Когда времена изменились, и промышленность рухнула, по сути дела, сейчас, по-моему, там последний, наверное, доживает, возможно, эта промзона, поток становится таким несколько маргинальным районом, в котором, ну, во-первых, просто глобальный практически износ очень сильной жилья. То есть, вот это всего, не только жилья, в принципе. Помните, там поликлинику закрыли, вернее, больницу большую. И так. Поэтому, конечно, это ветхоаварийное жилье, то, что сейчас так классически называется. Поэтому сейчас строительство, строительство жилья особенно, это отдельная абсолютно экономическая такая отрасль экономики, не связанная как раз вот с экономикой, с промышленностью реальной. Это отдельный как бы бизнес. Поэтому и из этого все вытекающие особенности. Что касается потока, значит, здесь вообще вот этот термин «реновация», он, в принципе, применим. Поток, вот, по сути дела, если его позиционировать действительно как глобальное место, жилой массив огромный, который, по сути дела, является ветхим, который уже капитально абсолютно изношен, мне кажется, вполне справедливо было бы. Мне люди же не виноваты в том, что они, их поселили там, они жили, их поколениями жили, да, и все это пришло в такую негодность. Почему? Они должны нести вот эту огромную материальную нагрузку на том, чтобы что-то там делать, там, да, ремонтировать, вызывать какие-то строители, я не знаю, там. В конце концов, даже выселяться и покупать новое жилье из-за того, что оно старое. Но они же не виноваты. Поэтому я думаю, что здесь есть такие пути, путь такой особенный, который связан, скорее всего, с запросом, запросом действительно инвестиций у федеральной власти. Это даже не края, я думаю, что это нужно в Российской Федерации просто обращаться. Ребята, у нас катастрофа, у нас целый район, который просто валится один за другим. Нам нужно, у нас нет просто средств, у нас не формируется бюджет. Вы же знаете, как формируются бюджеты местные, муниципальные и даже краевые. Нам просто не возвращаются те налоги, которые, как и раньше было, до 2003 года. Поэтому, мне кажется, нужно очень активно, очень активно власти заняться этой проблемой. То есть запрашивать инвестиции, открыть финансирование, проектное финансирование на размещение. То есть это вот людей расселяет, есть уже проект полностью на подок, и постепенно, шаг за шагом, идет такая джентрификация, как еще называют. Население одно уезжает, им в каких-то районах, государство, естественно, покупает и строит в других районах, они туда переселяются, а здесь застраивается другим. Вот идет такая волна одно за другим. И это, в принципе, уже технология опробованная, отработанная. Вопрос только лишь в таком харизматичном решении властей и запросе финансов. Я скажу, что вообще, вот то, что вот эта промышленная зона, ведь она вообще сейчас, вот вы знаете, что сейчас год креативной экономики, и вообще идет такая волна, опять же, еще одна волна создания таких креативных кластеров. И так вот, вот эта зона, промзона бывшая, она может превращаться просто в такие, действительно, кластеры, где для того, чтобы люди могли там проводить время, то есть там можно просто создавать новую, новую вот эту вот креативную экономику. Для развлечений, для арговли, еще чего-то. И тогда вот этот район, реновированный район поток, он будет, естественно, жить вот с этим районом реновированной промышленности, опять же. Поэтому я думаю, что вот этот район, в принципе, может иметь перспективу. Если еще будут вынесены очистные сооружения, как, да, мы знаем, что на другую локацию, вот. И вообще это вполне реализуемый проект. А о проекте пока речь не идет, его нет? Есть какие-то задумки, есть в генплане, да, уже это отражается. Отдельно какими-то идет медленное такое расселение, да, кто-то что-то расселяет, что-то кто-то покупает, предприниматели, застройщики. Мы это видим, да, местами возникает точная довольно-таки застройка, но опять же она точная, она не связана с комплексной застройкой. То есть, потому что там есть, конечно, в плохом состоянии инфраструктура, социальная, ее тоже нужно либо сносить, скорее всего, и строить новое. Какие-то исторические маркеры, какие-то названия улиц, какие-то то, что называется памятью места, оно должно присутствовать там. Кстати, и, возможно, как раз этажность надо просматривать, как этажность делать. Потому что если мы хотим сделать это, ну, привлекательный и вполне для и инвесторов, и для покупателей этот район, то не стоит это застраивать, сделать нам новый Бухенвальд, то есть огромное гигантское скопище этих человейников, да, напихать их вообще с этим проблемами. Я думаю, что здесь нужно сделать привлекательную планировку, конечно, с восстановлением или с историческими какими-то названиями улиц, там, бульваров, еще чего-то, чтобы это была память, естественно.